Привет, друзья! Итак, сегодня на обзоре у меня яхта Allure's 45,9. Для новичков поясню, что это длина в футах. Сегодня разговор пойдет только о конструкции и применяемых материалах, и совершенно не коснется начинки и парусного вооружения. Сразу хочу сказать, что я очень предвзято относился к алюминиевым яхтам, и в первую очередь по причине того, что я видел очень много алюминиевых деталей на яхтах, изъеденных коррозией. Но случай предоставил мне возможность детальнее углубиться в этот вопрос, и не поверите, я изменил свое мнение. Сейчас поясню почему. Мое знакомство с яхтой началось со звонка моего подписчика и с просьбой высказать свое мнение по этой лодке. И уже по предварительному рассказу я понял, что лодка абсолютно нестандартная. Во-первых, алюминиевый корпус у меня вызвал сильные сомнения, и не без оснований. Я видел алюминиевые катера, и через десяток лет эксплуатации они очень сильно изъедены коррозией, это факт. И самое главное, что это никак невозможно было зашпатлевать. Спатлевка просто не держалась. Поэтому приходилось просто красить. И в итоге похоже это было на дряхлую кожу, изъядно покрытую макияжем. Для меня же было потом огромным удивлением то, что мой собеседник рассказал, как брал такую семилетнюю лодку в чартер, и она была в идеальном состоянии. Но об этом позже. Во-вторых, шверт. Шверт на океанской яхте. Это конечно странно. Ну и последняя цена. Лодка изначально с завода стоила в два раза больше любого массового аналога. И при этом за ней стоит очередь из покупателей. Это все было очень интересно, и поэтому я взял паузу и решил посмотреть эту яхту из интернета более детально. И вот что я выяснил. Для начала корпус. Он оказался не цельно алюминиевый и сверху и снизу, а только нижняя часть цельносварная, а палуба, надстройки и все внутренние перегородки в валюрсе сделаны из стеклопластика. То есть они закрыли полностью мои возражения по поводу некрасивого внешнего вида через несколько лет. Выглядеть она будет точно так же, как и любая стеклопластиковая лодка. Толщина металла в нижней части до ватерлинии 10 миллиметров, дальше 6 миллиметров. И все это по всему корпусу усилено продольными алюминиевыми стрингерами. Причем эти стрингера приварены довольно часто к корпусу. Могу сказать точно, что это даже больше, чем закладывали советские инженеры в свое время. Шпангоуты, они же переборки под пайолами, тоже приварены. В носу есть таранная переборка, на случай удара или пробоя носа. Понятное дело, что всякие таранные переборки и прочие меня не очень впечатляют. Они не сильно добавляют защиты. Просто в прошлом я бывал на судостроительных заводах и видел испытания. Алюминий мягкий металл и при ударе сминается и не рвется. Его же сплавы могут быть более твердыми, почти как сталь, к примеру D16T. Но при ударе они трескаются. Другого пока не придумали. И судя по найденным фото в интернете, французы таки ставят мягкий сплав и при ударе лодка помнется. Но удар при этом должен быть довольно сильный. Понятное дело, что при простом прижиме к скалам или на езде на мель алюминиевый корпус спасет лодке жизнь, в отличие от пластикового корпуса. Теперь про волшебную оксидную пленку, которой по словам производителя покрыт весь алюминиевый корпус лодки. Она есть, но все-таки это маркетинговый ход. Алюминий очень активный металл и сразу же вступает во взаимодействие с кислородом, покрываясь оксидной пленкой. Которая его и правда защищает от коррозии, но конечно же не затягивает царапины, как говорят продавцы. Это просто зависит от того, какой глубины царапина. Гональная химия, 7 класс, в любой школе это учат. Дизайн обводов мне очень понравился. Алюминий не только сварен, но и идеально выглажен. Полубой надстройки, как у стандартной яхты, стеклопластик, толщина мне неизвестна. Но думается, что при такой конструкции приходится автоматом делать толстым этот пластик, чтобы он относительно металла не гулял и не рвал крепеж. И посмотрев на отзывы владельцев, я уверился, что производители так и делают, но это непроверенная информация. Понятное дело, что все мачты, ванты, рейлинги и прочие утки закреплены металл к металлу, что добавляет им прочности при нагрузках. Любое соединение алюминия с остальными деталями только через фторопластовые прокладки, во избежание коррозии. Молодцы, французы. Отличный подход. Оставался вопрос по шверту. Почитал англоязычные ресурсы. Не нашел случаев, когда эта яхта переворачивалась. У нее балластная часть весит 4,8 тонны. Этого, конечно же, недостаточно для того, чтобы в сильный ветер яхту не положило. Но при внимательном отношении к погоде, совершенно достаточно для того, чтобы совершить кругосветное путешествие. Без происшествий. В целом, если без спорта, то владельцы довольны и проблем у них нет. Зато у владельцев появилась возможность заходить в рейки. Ведь при поднятом шверте у лодки осадка всего 1 метр и 7 сантиметров. Не 70, а 7. Повторюсь, что перелопатив множество информации, я нашел лишь немного скепсиса от любителей придумать проблему на ровном месте. Да и то это не сами хозяева яхт. Придумываю это не что-то типа упавшего гаечного ключа, который в итоге за счет коррозии сделает дырку в корпусе. Но на это у меня всегда есть ответ. Попробуйте пролежать дырку в алюминии. Скорее от микротрещин в стеклопластике осмос появится и тот стеклопластик расслоится, чем эта дырка от коррозии появится. В конце концов, есть же хозяин и он будет делать регулярную ревизию своей лодки и подымет этот ключ. А любая заброшенная лодка портится, это же очевидно. Не важно из алюминия она из стеклопластика или из стали. Опять же, ремонтопригодность алюминия очень высока. Современный аппарат дуговой сварки имеет очень маленькие размеры и может жить прямо на яхте. А аргон есть в любой марине. А еще представьте себе простоту обработки необрастайкой и подготовки лодки к сезону. Но это опять же детали. Продуманность дизайна и начинку, как и парусное вооружение, я в этом ролике обсуждать не хочу. Во-первых, все на любителя, а во-вторых, этот ролик для тех, кто кричит про алюминиевые корпуса и швертовые яхты, как про что-то ужасное. Эти яхты просто созданы для автономного существования их владельцев десятками лет. И владельцы это подтверждают возвратом и повторными покупками. Но ценник, конечно, заоблачный. Поэтому лучше 10 раз подумать. Ведь для комфортной средиземки и особенно для чартера, все эти прочности излишни. В эту цену уже можно взять катамаран того же размера. Кстати, найти такую лодку, бывшую в употреблении, крайне проблематично. От себя хочу сказать огромное спасибо Сергею за то, что познакомил меня с этими яхтами. И всем, чьи видео я использовал при подготовке этого ролика. Ссылки на авторов я оставлю в описании. Подпишитесь на них, им будет приятно. На этом школа яхтинга ты, капитан, прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на сайт YouCaptainInfo. А также страницы в фейсбуке и инстаграме, где я рассказываю про то, как быстро и легко научиться яхтингу. Ссылки вы найдете в описании. Субтитры сделал DimaTorzok